Диан Яшковский Диан Яшковский Диан Яшковский а сейчас светочные награждения. В этой весовой категории чемпионом стал отток по муске, Сибирский федеральный округ, он и является чемпионом этого округа, и чемпион ТВ показал в утренней части прекрасную борьбу, в равных ситуациях находил те самые решения, которые принесли ему победы. И противник всегда касался любой частью тела первым, чем он. Интересно, что Комушке отток любит заниматься национальными видами спорта, и в ТВ у нас борьба на поясах, куреш, и он там является тоже одним из лидеров своей республики. Начинается церемония награждения победителей в весовой категории 45 килограмм. В весовой категории до 40 килограмм среди юношек. Награждение проводит Александр Николаевич Кинкемен. Награждение, светочное награждение проводит Александр Николаевич Кинкемен, президент Ассоциации национальных видов спорта и игр народов Якутии Сахада Спорт, председатель Конституционного суда Республики Саха-Якутия, мастер спорта России. Мы видим Василий Сапронов, представитель сборной команды Якутии, второй сборной команды Якутии. Тоже показалось, в этом весе участвовало 7 борцов и Василий достойно отборолся. Серебряный призер Ян Десковский. И чемпионы шестых международных спортивных игр «Дети Азии» от Тух-Помушку, Сибирский федеральный округ Республика Тыва. Да, мы искренне поздравляем этих ребят, борцов, которые своей борьбой украсили наш турнир. И надеемся, что и в Кызыле в дальнейшем борьба Хабсагай найдет свое достойное место. Да, дорогие друзья, как раз сейчас светочное награждение. И определились первые чемпионы шестых международных игр «Дети Азии» по борьбе, национальной борьбе народа Саха Хабсагай. И награждение провел как раз один из лучших спортсменов Республики, мастер спорта Советского Союза по Серебездука, мастер спорта России и Республики по национальным прыжкам, заслуженный юрист России Якутии, председатель Конституционного Суда, доктор юридических наук, профессор Александр Николаевич Кимен, он же президент Ассоциации национальных бедов спорта Сахада Спорт. И готовится весовая категория до 55 килограмм. Финальная складка за бронзу. Выйдут Музлумяны Армения и Степанов Петр, Дальневосточный федеральный округ. Степанов Петр является воспитанником нашего Хабсагая, нашей Республики. Он прошел отбор в Дальнем Востоке и удостоился своей борьбой участвовать за схватки за бронзу. Петр тренируется под руководством Николая Васильевича Иванова, но кроме Хабсагая он любит заниматься и футболом. Да, дорогие друзья, на центре ковра, в центральном ковре В, бронзовые финалисты, борьбы Хабсагая, весовой категории 55 килограммов. И наш гость из далекой Армении, Мензлюмен, и представитель Федерального Дальневосточного федерального округа, представитель Якутской школы Хабсагая, Петр Степанов. И сейчас мы через некоторое время... О-о-о, да, опромещивая атака, ошибка, собственная ошибка, и бронза улетает в солнечную Армению. Межлум, Межлумян. Очень сильный в составе, весовой категории 55 килограмм. Бронза, бронзовый призер. Давайте посмотрим на повторе. Да, повторе посмотрим. Сам себя засыпил, да? Да, очень хорошо, а примечиво атаковал этим, и пользовался армянский спортсмен, и правильно у нас Хабсагая ошибок не прощают. Боком стал, и обычное выталкивание переводит к поражению. К сожалению, Петр Степанов остается вне конкуренции весовой категории. Ну, дорогие друзья, сейчас интервью с чемпионом... Бронзовым призером. Чемпионом игр... Идет подготовка финальному складке... Станислав Афанасьев и Михаил Иванов готовят своего борца. Сибирское федеральное округа. Кандидат в остеях фронта Российской операции по вольной патре. Чемпионом Сибирского федерального округа. Чемпионом Республики Катерина по вольной патре. Чалай Кужигет. Чалай Кужигет. Сибирский федеральный округ. И Евгений Татаринов. Борьба за первое место. Финал. Ну, нужно отметить теперь Сибирского федерального округа. Выступает еще один представитель школы борьбы ТВ. Кужигет. И с ним встречается... И второй чемпион весовой категории 55 килограмм. Чалай Кужигет. Сибирский федеральный округ. Неуловимым движением поймал он нашего борца. И мы сейчас посмотрим. И второй танец Орла мы увидели. Отрывок этого танца. И своим родным флагом ТВ. Чалай Кужигет завоевал. Да, вот. Хотел тоже активное действие. Хотел с локтя вывернуть. Но прием не удался. Крепкий оказался Чалай Кужигет. Молодец. Абсолютная победа. Да, сейчас у нас... Готовится интервью победителя весовой категории до 45 килограмм. Помашку Атут. Чемпион представляет Сибирский федеральный округ. И соответственно Республика ТВ. Борьбы Алексей. Наш тренер Тулуш Алексей. И наш молодой победитель. Чемпион. Весит до 40 килограммов. Вот какая победа красивая у вас получилась. Алексей, скажите пожалуйста. Расскажите про ваших воспитанников. У вас уже два чемпиона. Да, спасибо еще раз. Мы приехали из далекой Сибири. Из Республики Тува. Не просто так приехали погуляться. Мы специально готовились. Специально за золотым медалем мы приехали в Якутск. Потому что мы провели жесткий отбор у себя сначала в Республике. В каждом весе боролись 50-60. Ну это маленьких ребятишек. И потом с этими победителями мы уехали в город Абакан. Отбор Сибирского федерального округа. И там тоже уверенно все выиграли. И потом в течение полтора месяца мы у себя дома готовились. Сборы провели с питанием, проживанием. И потом вот сюда приехали. Здесь уже ни одного дня не просто так проводили. Мы тренировались утром и вечером. Да, Алексей. Национальная борьба Хабсагай. Она вам очень близка. Это видно сразу по вашим ребятам. Как они двигаются, как они борются. У вас ведь тоже есть национальная борьба. Как вам Хабсагай? Борьба Хабсагай это для нас не чужая борьба. Борьба Хабсагай и наша национальная борьба Хуреш очень схожие. В основном мы с раннего детства занимаемся борьбой Хуреш. Наша национальная борьба, которая у нас считается спорт номер один. Мы очень гордимся, что у нас есть такая борьба. И вот с раннего детства все ребятишки, Отулг и Чалай, который только что выиграл, занимаются именно с этим национальной борьбой. Все, спасибо. Поздравляю. Молодцы. Красавец. Да, спасибо нашим коллегам. Это вы слышали интервью победителя весовой категории 45 килограммов Оттук Хомурску. Сейчас он вам показывает танец Орла, победитель. Ну и в втором финале 55 килограммов тоже первое место занял гость Сибирского отвергального округа Хужегет Чалай. И вот, дорогие друзья, начинается церемония награждения весовой категории 5 килограммов шестых победителей шестых международных спортивных игр Дети Азии по борьбе Хавсагаи. Наш национальный вид спорта. И я думаю, что он украшает программу Игр Дети Азии. Награждение проводит Алексей Егорович Мастахов. Исполнительный директор Федерации борьбы Хавсагаев. Да, у нас награждение проводит Аксакаев нашего вида борьбы. Алексей Мастахов. Он, как говорится, с малых лет связан с Хавсагаем. И до сих пор трудится исполнительным дирекциям Федерации борьбы Хавсагаев. Благодаря этой федерации новые импульсы получает эта борьба. Появляются определенные соревнования. С выездом за пределы Российской Федерации. В федерации руководит народный депутатель Тюмен Николай Румянцев. И один из лучших федераций нашей республики. Чалай Кужугет. Сибирский федеральный округ. И чемпион Чалай Кужугет. Сибирский федеральный округ Республика Тэва становится чемпионом шестых международных спортивных игр по борьбе Хавсагаев. Рядом с ними стоят гость солнечной Армении Мезлум Мезлумян, бронзовый призер. И Тепанов Петр, воспитанник якутского Хавсагая, серебряный призер. И мы видим тоже красивый движение орла, который показал нам Чалай Кужугет. И готовятся заключительные схватки нашего соревновательного дня. Сегодня боролись три веса, завтра у нас будет тоже три веса. И финальная схватка за третье место. Весовая категория до 70 килограмм. Монгольский спортсмен Мухтулга Дармабазар и Дальневосточный федеральный округ Таллаев Николай. Да, представитель Монголии и представитель федерального округа, Дальневосточного федерального округа Михаил Таллаев будут оспаривать за бронзовую медаль весовой категории 70 килограммов. Естественно, мы ждем эту встречу. А после, куда полетит бронзовая медаль нашего турнира весовой категории 70 килограммов, определят вот эти парни. Ну, это борцы с друг другом хорошо знакомы. Они боролись в международном турнире недавно, который проходил в Монголии. И Николай Таллаев там занял третье место. Борьба в Сагай начался. И первая попытка выдернуть соперника не получилась. Мухтулга Дармабазар очень хорошо борется ногами. Он с внешней стороны завалил свою соперника Синди. Да, очень красиво. Но наш за третье место, за бронзу борьба идет. Ну, вязкость сейчас, ребята, осторожничает маленько. Ну, ждут удачного момента. Но сейчас как раз определили. Это борец с красным трюком. Ну, с красного угла. Более-менее неактивный. И бал признуждается спортсмену Синего Ула. Это у нас выступает Михаил Николай Таллаев. И он представляет Дальневосточный федеральный округ. Но сейчас уже спортсмен из Монголии. Мухтулга уже идет к овострению. Ищет захваты рук. Да, пронинстрировал более сильную физическую силу, да? Да. Ну, он такой, ну, рослый. Более-менее такой худощавый. Сухой такой вид. Естественно, наверное, сапкий парень. Ну, и этим перемештами хочет пользоваться. Ну, правильно, и есть какие-то положительные стороны. Вот борьбе нужно обязательно воспользоваться. Да, это есть. Ну, хотел выйти назад, но не получается. Сейчас... А тут Николаев попытка атаки. Осталось около минуты. И Платон Цавинов болеет за своего ученика. Потому что знает, что он уже отдает схватку за бронзу. Осталось минута. Всего минута. И второй... Нет, не зафиксировал. Второй выход. Вот и бросок. Красный трехут. Да. Вытолкнул опасную зону. Бросок. И... Мохтурга. Монголия. Дармабазар. Бронзовая медаль улетает теперь в Монголию. И упорной борьбе насчет своих силовых, физической мощи. Борис Монголии, Мохтурга, Дармабазар добивается победы. Да, Мохтурга тоже чуточку нам показал танец, отрывок из танца орла победителя. Ну вот, тувинским народам и народам Монголии... Вовремя коснулся, да? Да, очень хорошо. За голень упор получил. Сам в опасном положении был, но решение было очень правильно. И бронза у нас. Бронзовый призер шестых международных спортивных игр «Дети Азии». Борис из Монголии. Дармабазар Мохтурга. И первым выходит за борьбу за золото Борис Синего. Борис Руслан Максимов. И против него... Боянто Банзар... Банзар Касаев? Да, Банзар Касаев. Он представляет Сибирский федеральный округ, представляющий Бурятии. И сейчас проход ноги, но... Да, удержался, да. Но за уход с ковра получит выигрышный балл Боянто Банзар Аксаев. Но он является трехкратным чемпионом Бурятии по вольной борьбе. И очень хорошо чувствует... Эй, да, прекрасно! В противоходе очень спокойно. На шаге поймал за ноги. Нет. Просто там судья остановил, и бросок, прием был проведен. После остановки борьбы, и 0-0 пока. Ну, Боянто Банзар Аксаев очень сильный спортсмен. Руслану Максимову нужно собираться конкретно и работать. Действительно нам показать. Вот еще раз проход. И под сильный какой бросок. Борис Красновин спула. Боянто Банзар Аксаев. Сибирский федеральный округ на сегодняшний день ставит точку. Он становится чемпионом весовой категории 70 килограммов. Действительно, точка такая хорошая, большая. Отрывом поднял. Прошел ноги, поднял. Сейчас на повторе посмотрим. И крепко бросил у Руслана Максимова. Дорогие друзья, сейчас у нас готовится интервью. И вот повтор его бросок, какой сильный, красивый. Да, поздравляем Боянто Банзар Аксаева, представителя Сибирского федерального округа. Он стал чемпионом весовой категории 70 килограммов. Ждал, да? Вторая подряд ошибка. Не дала Руслану Максимову до конца отбороться. Боянто, поздравляем, конечно же, с этой победой. Насколько тяжело она отдалась. И как ты готовился к нашим соревнованиям? Готовился, ничего. В принципе, борьба была нормальная. Но не тяжело. Насколько тебе близка оказалась наша национальная борьба Хаб-Сагай? Ну, ничего, так нормально. Ты тоже занимаешься, да, у себя на родине, практически такой же борьбой? Ну, национальная борьба у нас. Расскажи, пожалуйста, про нее. Она практически такая же, да? Ну, почти такая же. Но там кушаки. На кушаках борешься. А кому посвящаешь твою победу и твои слова? Тренера своего. Директор Владимирович Менджикова. Ну и поздравляем, конечно. Спасибо. Ну вот, первый день борьбы Хаб-Сагай. Закончил свою программу весовых категорий. Сегодня боролись борцы до 45 килограмм, до 55 килограмм и до 70 килограмм. И мы видим, как болец из Бурятии на движение вперед поймал за ноги своего соперника, Максимова Руслана. И бросок, самый красивый бросок наших соревнований. Жирная точка, как сказал нам сегодня судья международной категории Семен Акаемов, который помогал нам вести эту... Сейчас будет награждение весовой категории до 70 килограмм. И пока готовится церемония награждения. Несколько слов, что завтрашний день у нас прошли тоже три весовых категории будут. Мы ждем вас в центре подготовки спортсменов, в центральной арене «Триумф». И борьба будет такая же интересная, как сегодня. Завтра в весовой категории до 50 килограмм будет 8 борцов. Свыше 70 килограмм 10 и до 6 килограмм тоже 10 спортсменов. На пьедестале почета цветочная церемония и призеры и чемпион 6 международных спортивных игр «Дети Азии» по борьбе Хабсагай в весовой категории до 70 килограмм. За второе место награждается «Руслан Максимов» сборная команда. В нашей республике первая команда достойно отборолся. И за первое место награждается «Буэнто Банзараксайев» в Сибирский федеральный округ. И «Буэнто Банзараксайев» в Сибирский федеральный округ. Чемпионы. И красивым броском он стал чемпионом. В течение минуты разобрался со своим соперником. Да, этот миг останется в этих борцах на всю жизнь. Миг победы. Дорогие друзья, на сегодняшний день программа «Борьбе Хабсагай» на этом завершена. Всего доброго. Мы вас ждем. Сегодня с вами были Александр Ушницкий и Семен Акаемов. Субтитры создавал DimaTorzok